Транспортный коллапс повлиял не только на здоровье и время людей на трассах, но и внес смуту в деловые вопросы между регионами. Ограничения сняли в 5 вечера, а федеральная дорога Казань-Буинск-Ульяновск закрыта с 6 утра и до сих пор. Репортаж с места событий впереди. Год был непростой, но и успехи налицо. Регион развивается, крепнет экономика. Результаты года и награды отличившимся в день рождения Ульяновской области. Окунулись в ледяную воду больше 10 тысяч жителей нашего региона. Совершили омовение в Крещенскую ночь. За смелыми верующими наблюдали Артем Петров и Юрий Давыдов. Сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость. С 6 утра сегодня вновь была перекрыта Казанская трасса Р-241 во всех направлениях. Наша съемочная группа отправилась по ней, чтобы рассказать про тех, кто помогал в многокилометровой пробке 17 января, образовавшейся у поселков Мирной и Чердаклы. Оказалось, что там опять стоит вереница автомобилей. Некоторые машины всю ночь. Кто виноват и какие выводы были не сделаны со дня ЧП в репортаже Маргариты Матюшинской. 6 часов было для того, чтобы вытащить машину, поставить ее параллельной дороге и спокойно ехали бы. Просто все дома уже спали, и всем лень и неохота. Сергей Сергеевич, так? Разбор полетов и строгая критика со стороны губернатора. После 13-часовой пробки на въезде в поселок Мирный. В Снежнем плену сотни грузовиков и легковушек, оставшиеся наедине с непогодой. Подобраться к фуре, улетевшей в Кювет, сложно. Да и помощи практически не было. Сотрудники местной администрации единственные, кто находился в ту ночь рядом. Условий никаких не было. Два гаишника бегали, и я один. Ни МЧС, ни никого не было. Я вот 12, где-то до 3 можно. Но я больше ничего не смог делать там. Бессильно было. Один трактор от местной администрации, сломавшийся по итогу, и УАЗик, развозивший все необходимое для тех, кто нуждался. Заботливо загружала вещи в машину и ехала к людям Татьяна Русакова. Горячий чай, одеяло и памперсы ребенку доставляла лично. Переживали, нервничали все. Особенно эта женщина с ребенком, она прям чуть не плакала. И никак мы не могли помочь, добраться до нее мы просто не могли. Они были очень далеко, за фурой туда. Вот так вот. Но нервничали, конечно. Все только спрашивали, когда же нам почистят дорогу. В порядок трассу привели только к обеду 17 января, но ненадолго. Пурга на том же участке снова переметает дорогу. Видимость практически нулевая. Машины в прямом смысле крадутся. В прошлом году здесь были установлены снегозащитные щиты. С полей часто сильный ветер дует, переметает дорогу, как сейчас. Но по словам регионального министра транспорта, их убрали в этом году из-за ремонта трассы. Вместо щитов сейчас многометровые кучи снега. Усугубляющая ситуацию. Но работу над ошибками транспортники проводят. 19 января с 6 утра областные дороги перекрыли для большегрузов. Некоторые дальнобойщики простояли у поселка Мирный всю ночь. У меня полный бак. Я в узловке заправился. И пирожков купил, и продукты есть. И газ в кабине есть. И сядем. Вот там рядом можно сколько попить. Ужасно. С Челябинской 3 дня ели. Дороги плохие. Расскажите, какие дороги? Дороги сейчас ужасно не успевают чистить. Информация с колес отличается от официальной. По данным областного Минтранса, снег на трассах федерального и областного значения чистят 300 единиц техники. Но непогода каждый час показывает характер, проверяя людскую стойкость и готовность властей противостоять капризам природы. Маргарита Матюшинская, Дамир Кубеев, Вести, Ульяновск. В течение всего дня регион готовился к новому сильному снегопаду. В полдень ограничения на некоторых внутриобластных маршрутах были сняты. Однако Ульяновский автовокзал, полностью закрытый в первой половине дня, до вечера не мог отправлять пассажиров во всех направлениях. Это Ульяновский автовокзал. Нина Ивановна успела добраться сюда утренним рейсом, который выехал до того момента, как вышло распоряжение о закрытии трасс. А вот совершить в областном центре привычную пересадку до Теренги женщина уже не смогла. Я к дочке еду в Теренгу. Узнал только здесь, что приехала телекатно, вот узнал, что отменили. Вот сейчас сижу ни туда, ни туда не еду. Ни домой, назад, ни к дочери. Руководитель автовокзала признается, что две отмены рейсов в течение недели – случай редкий. Но уверяет, что к чрезвычайным ситуациям здесь готовы. Работают кафе, мест для ожидания достаточно. Сотрудники и церпеливо отвечают на вопросы ожидающих своего рейса. Сильный ветер, дороги заняты. На 11 часов отменено 65 рейсов пока. Но они с каждой минутой больше и больше. Что от нас может зависеть? Наверное, безопасность – это превыше всего. Как бы ни возмущались, но безопасность перевозки пассажиров – это главное. Городские автостанции также не отправляют пассажиров по указанным маршрутам. Это район Парка Победы. Пассажиров в зоне ожидания не видно. Лишь голуби находят спасение от ветра под навесом. Автобусы, курсирующие отсюда в сторону пригородов, никуда не едут. Ждем звонка. А давно ждете? С утра. Решение о запуске рейсов или работе в особом режиме принимает региональный Минтранс, ориентируясь на информацию о погодных условиях в различных районах области. С 11.15 были сняты ограничения в направлении Димитровграда, Старой Майны, Инзы, Барыша и Сенгелея. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновская. Сегодня 81-я годовщина с момента создания Ульяновской области. По случаю праздника в правительстве региона провели торжественную церемонию. Жителям, достигшим весомых успехов, вручили государственные награды. О земляках – героях нашего времени. Материал Эдуарда Истомина. Очередная временная отсечка прожит непростой год, но и успехи налицо. Регион развивается, крепнет экономика. Нынешний прогресс – результат самоотверженного труда жителей области. Как не наградить самых лучших? Жителей Ульяновской области отличает глубокая, искренняя, настоящая любовь к своему родному краю. Это абсолютно созвучно тому, что недавно сказал наш президент на встрече с главами муниципалитетов, субъектов Российской Федерации. У супругов Цыгановых любовь к родине – это крепкая семья. Такую еще поискать надо. У Марины и Александра пятеро своих детей и двое приемных. Все талантливые. Они и на кухне мастера, и рисуют неплохо. А у взрослых детей уже свои семьи. Многодетность – это просто замечательно, и все семьи должны быть многодетными. То есть мы должны родить за себя сына, дочку, и плюс на страну он называется. От президента России губернатор Алексей Русских передал Цыгановым медаль ордена «Родительская слава». Награда за большие заслуги в укреплении института семьи, а еще за воспитание детей. Супруги выразили теплые пожелания родному региону. Конечно, процветание, успехов. Ведь наша область – это наша область. Мы ей гордимся. У нас все в нашей области делается для того, чтобы семьи были успешны. А этот человек стал деканом года среди юрфаков российских вузов. Награды ему вручили в этом году. Область ценит таких профессионалов, ведь профессор Улгус Сергей Морозов воспитал большую плеяду отличных правоведов. А без юристов страна как без рук. Анархия была бы полной. Без правил поведения ничего не получается. Получается беспредел, который нам американцы сегодня демонстрируют. Поэтому нужны правила, нужны законы, нужны определенные рамки. Область оценила заслуги одного из лучших деканов страны. Его имя занесут на доску почета лучшие люди Ульяновской области. К этому полагается нагрудный знак со свидетельством. Кроме Сергея Морозова, аналогичные награды были удостойны еще 27 человек. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. В продолжении темы. Еще одна церемония награждения состоялась сегодня. В Ульяновске объявили обладателей премии «Команда Путина». Награду учредило региональное отделение Народного фронта. Сегодня мы пригласили сюда для вручения в номинации «Команда Путина» и в номинации «Все для победы» тех людей, наиболее отличившиеся в формировании или внесли свой вклад в то, что они сделали для наших военных. Это люди и целые организации, в которых изготавливают маскировочные сети, вяжут носки, варят тушенку и сублимированные супы для бойцов СВО. Благодаря им на передовой есть лекарства, спецтехника, автомобили и предметы первой необходимости. Последние, к примеру, собирают в Ульяновском профессионально-политехническом колледже. А еще его студенты сами изготавливают печи-буржуки. В прошлом году на фронт ушло 15 штук. В первый месяц этого года в работе уже 7. «Сварщики сваривают, слесаря делают петли. И вот эта совместная работа, я не знаю, мне кажется, это одно из самых лучших, что ребята в том числе делают. Естественно, мы собираем вещи, сладости». Награды получили 15 человек. Благодаря многим из них за два года Народным фронтом в зону СВО отправлено 170 тонн гуманитарной помощи. Сегодня Крещение Господне. Порядка 10 тысяч человек погрузились этой ночью в проруби. Всего по Ульяновской области обряд омовения проводился в 88 населенных пунктах в 119 санкционированных местах. Самой популярной в этом году стала купель в деревне Погребы, куда окунулись сразу 250 человек. А наша съемочная группа встречала один из самых больших христианских праздников богоявления у Иордани возле автомеханического колледжа. Слово Артему Петрову. Ровно в полночь речную воду освещают. За таинством верующие наблюдают с берега на расстоянии в несколько десятков метров. В Ульяновске в этом году при проведении крещенских купаний усилены меры безопасности. Причиной стал тонкий лед. Можно увидеть наглядно вот это толщина самого ледяного покрова, а все остальное только наледь. Эта зима в регионе оказалась снежной, но крещенские морозы так и не установились. И без того тонкий лед при наплыве воды в разы теряет прочность. Если лед толщиной 20 сантиметров держит 800 килограмм, 25 сантиметров держит 3,5 тонны. Соответственно при наплыве воды прочность уменьшается на 50-80%. Но чтобы главная народная традиция крещения Господня состоялась к проруби, людей пускают в порядке строгой очереди. Девушка, проходите. К купели верующих провожают спасатели. Они же дежурят возле самой проруби. В эту ночь только в Ульяновской области обрядом овения совершили тысячи православных верующих. Считается, что крещанская вода смывает грехи и становится чудодейственной, как в реке Иордан, в которую входил Иисус Христос. Действительно, да, целебно, потому что вот я наливал даже воду, и она не тухнет. То есть действительно, это так оно и есть. Последний раз, когда купался, после того, как искупался, не болел там ничего. При этом врачи напоминают окунаться в прорубь важно с осторожностью. К купанию нужно готовиться и закаляться. Каждый год уже лет 20 купался. В полночь колокольный перезвон раздается над Ульяновским селом Арское, где расположен старейший в регионе храм Блаженной Ксении Петербургской. Именно там обряд овения совершил губернатор Алексей Русский. Праздник, который я лично жду каждый год, у меня есть традиция, каждый год обязательно купаюсь либо в проруби, либо в святом истощике. Это дает мне силы. Служители церкви напоминают, купание в проруби – дело добровольное. Куда важнее в праздник богоявления посетить службу в храме. Но если совершить обряд овения хочется, купели будут открыты до полуночи. Артем Петров и Юрий Давыдов. Вместе. Ульяновск. И вновь предупреждение о неблагоприятных условиях погоды на территории Ульяновской области. Ночью и днем. 20 января ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Гололед на отдельных участках дорог – снежные заносы. Местами усиление южного ветра порывами до 20 метров в секунду. Сильная метель. Сотрудники госавтоинспекции просят без необходимости не выезжать из дома. А если все-таки проблемы в пути случились, телефон службы спасения 101 со всех операторов сотовой связи. На этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подходит к концу. Далее более подробная информация о погоде. А я прощаюсь с вами. Приятного вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. Ветер южный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области 0,5. В Ульяновске – минус 1, минус 3. Завтра днем по области – минус 2, плюс 2. В Ульяновске – около нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин